Догмама Аня и Софи И Эйвен Привет, с вами снова Догмама Аня, Чихуахуа Софи и Эйвен, которые уже где-то набегались и испачкались. У вас наверняка уже весна и скоро близится лето, поэтому мы сегодня поговорим на очень актуальную тему, что взять с собой в поездку для собаки. Не важно, куда вы едете и каким транспортом, есть определенный необходимый минимум вещей для собаки, которые нужно взять с собой в поездку. Поездку, поездку, поехали, Эйвен. Поехали, Софи, это моя сумка. Ну что, я хочу в утро поехать в ней. Эйвен, я сижу тебе на голову, вот так, потому что это мой портфель. Эйвен. Не. Эйвен. Сиди, ты же хотела. Три. Да ты что, Софи. Вот так, да, я сказала, поеду тут. Ты мальчик, уступай девочке. Нет, грубьян, это моя сумка. Хам, это моя сумка. Моя сумка. А, шейник и поводок, это стандартный набор, который вы чаще всего берете с собой. Место для собаки. Это может быть подстилка, матрасик, домик или контейнер, если собака к нему приучена. Для маленьких собак неплохо бы взять сумку-переноску, чтобы периодически давать собаке отдых и носить ее на себе. Возьмите с собой миски для воды и для корма, лучше всего отдельные. Сейчас существуют разные миски, которые складываются для экономии места и специальные поилки для поездок. Это очень удобно. Возьмите хотя бы одну игрушку, ну а лучше больше. Вам могут пригодиться полотенца для вытирания лап, слюны и вообще собаки, если, например, она будет купаться. Пеленки на случай, если у вас не будет возможности выгулить собаку. Если у вашей собаки есть хронические заболевания, то вы знаете, какие лекарства должны быть у вас под рукой. А также возьмите с собой стандартную аптечку для собаки. Если же вы едете, надолго можно взять ваший набор для ухода за зубами, для ухода за шерстью и, конечно, когтями, а также, например, влажные салфетки для глаз. И, несмотря на обработку от паразитов, неплохо было бы иметь при себе и спре от комаров. Если вы едете в место, где не будет возможности выгуливать собаку в лесу и отдаление от людей, лучше возьмите с собой собак и пластиковые пакеты. В поездках очень удобно кормить собаку сухим кормом, но если дома ваша собака привыкла к другому рациону, не стоит переводить ее на корм сразу перед поездкой или во время нее. Лучше это сделать намного заранее. Но, если все-таки у вас будет возможность продолжать кормить собаку привычной натуральной едой, то, конечно, лучше не переводить ее на сухой корм. Питьевая вода для собаки должна быть у вас всегда при себе. А также вы можете посмотреть наше видео из рубрики «Догма», в которой мы расскажем, что мы лично берем для Эйвена и Софи в поездке. Ну, конечно же, куда собака без ошейника, поэтому мы с собой взяли несколько ошейников, ну и часть покупали здесь. А о том, что нужно для поездки на море, какие опасности могут подстерегать собаку на даче, что нужно для поездки на самолете, автобусе, поезде и других нюансах путешествий с собаками, мы расскажем в других видео. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, это очень легко. Кликните собачку внизу экрана. Пишите в комментариях свои вопросы. Мы постараемся ответить в других видео на них. А также ставьте пальцы вверх, и будет вам счастье. Пока-пока! Вот видишь, Софима, никуда из-за тебя не поехал. Почему из-за меня? Потому что ты устроила истерику. Я? Почему я? Я не устраивала истерику. Мам, ну скажи ему. Мам, ну скажи ей. Хватит спорить. Мы не поехали, потому что я достала сумки для видео, а не для поездки. Вот, понял, вообще не для этого. Виновата. Мам, правда ведь я не виновата? Не виновата, Софиша. То есть мы бы и не поехали? Нет. Ну ладно. Вот, Эйвен, все равно истеричка. Мы бы все равно не поехали, все равно бы не поехали, ведь не поехали бы все равно.